кино одна из самых популярных советских рок-групп 80-х годов лидером автором всех текстов и почти всей музыки неизменно оставался виктор цой после смерти которого коллектив выпустивший в общей сложности за девять лет на студийных альбомах более 100 песен несколько сборников и концертных записей а также большое количество неофициальных бутлегов прекратил свое существование но давайте обо всем поговорим поподробнее стилистический группа ушла от многих традиционных элементов русского рока частности вместо обычных ударных установок нередко использовались разнообразные программируемые эффекты создаваемые посредством драм-машин что порой придавало звучанию налет дискотечности или попсовости для песен характерна определенная навязчивость многократное повторение одних и тех же слов или мелодий тематическая составляющая лирики на раннем этапе творчества отражает подростковую обыденность и драматические переживания по поводу любви благодаря чему музыканты подостоили звание новые романтики в то время как тексты позднего периода наполненных героизмом и внутренним протестом рожают позиции мужественной гражданской ответственности популярность кино с годами постоянно росла если вначале музыканты играли лишь на квартирниках и подвергались жестокой критике как со стороны официальной так и подпольной прессы то в конце десятилетия их пластинки распространялись уже миллионными тиражами а на концерты собирались целые стадионы поклонников группа породила феномен киномания усилившийся после трагической гибели виктора цоя и существующий по сегодняшний день место работы музыканта стало объектом паломничества многочисленных фанатов со всех стран постсоветского пространства кривоарбатском переулке в городе москва появилась так называемая стена цоя которую поклонники списали цитатами из песен и признаниями в любви к творчеству группы кино часто находит отражение в массовой культуре оставленное ими наследие высоко оценивается сегодняшними обозревателями и музыковедами но с чего же все началось давайте мы сегодня с вами это обсудим в разгар лета 1981 года отдыхая на крымском побережье бывший бас-гитарист палаты номер 6 виктор цой и музыканты коллектива пилигрим олег валинский алексей рыбин решили объединиться не схватить свою группу название пришло на ум сразу гарин и гиперболоиды это отсылка к фантастическому произведению алексея толстого а в основу репертуара легли творческие наработки цоя три успела провести несколько квартирников но на этом все и закончилось велинского забрали в армию барабанщик так и не вернулся на сцену отцой с рыбином отправились покорять ленинград влившись в ряды питерского рок-клуба там-то и случилось судьбоносное событие а необычную команду обратил внимание лидер аквариума борис гребенщиков взяв на себя вопросы продюсирования временем рождения 2 года название родилось спорах артисты искали нечто емкое запоминающиеся сказалось и неудача труднопроизносимого гарина когда коллеги устали спорить заметили светящуюся вывеску учреждения культуры и решили остановиться на кино стоит отметить что существует еще множество версий появление названия группы если у вас есть своя версия то пишите в комментарии не стесняйтесь после появления нового названия ребята разделили свои задачи виктор занимался созданием репертуара алексей подыскивал музыкантов организовывал концерты коллективе играли барабанщик валерий кириллов гитарист юрий каспарян и басист максим колосов однако спустя год команде начались разногласия рыбина не устраивало что все правила диктует напарник оставляя за собой слово в каждом вопросе той же выражал недовольство тем что алексей не создают песни а только пользуется плодами его труда амбиции взяли вверх и в итоге молодые люди попросту разбежались после ухода рыбина в приоритете у виктора оказались акустические концерты вместе с каспаряна музыкант записал демо альбом 46 чуть позже в кино вошли георгий гурьянов барабаны и александр титов который был на басе последний совмещал работу в группе аквариум и однажды не выдержав нагрузки ушел от соя вместо басиста занял игорь тихомиров сложившийся коллектив просуществовал в таком составе до самого конца дебютный альбом получивший название 45 название он кстати получил по продолжительности в минутах вышел в свет и студии андрея тропила 1982 году барабанщика которого пока так не нашли заменил драм-машина первое детище впрочем не оценили критики да и сам автор позже назвал запись сырой а вот слушатели прониклись творчеством новичка кино набрала популярность а вскоре стартовали первые концерты этой же осенью цой записал ряд композиций в малом драматическом театре и спрятал в долгий ящик лишь через 10 лет работу обнародовали под заголовком неизвестные песни виктора цоя борис гребенщиков выступивший продюсером первого альбома помог в продвижении второй пластинки создание первых дисков участвовал коллектив аквариум 1984 году меломаны получили сборник новых треков под названием начальник камчатки при создании альбомов это не любовь восемьдесят пятого года и ночь восемьдесят шестого года группа уже заняла прочное место советской рок-тусовки и сердцах своих фанатов до середины восьмидесятых репертуар цоя отличался лиричностью и романтикой в 1987 году солист поменял курс дискография наполнилась нотами героизма тексты приобрели стальную жесткость музыкальное сопровождение сместилось в сторону минимализма рассуждая о жанре кино меломаны спорят одни поклонники отчетливее слышат элементы постпанка другие относят классическому русскому року а третьи даже подмечают эстрадные мотивы карьере команды присутствовало сотрудничество с певицей джоанной стингрей будущей супругой каспаряна благодаря американке кино узнали за пределами советского союза женщина выпустила в сша двойную пластинку одну сторону которой полностью посвятила группе на этом артистка не остановилась джоанна записала клипа на песни видели ночь и фильмы изучая историю создания группы меломаны отмечают прорывной момент это выход альбома группа крови восемьдесят седьмого года который стал одним из лучших рок-творений в истории постсоветского и советского пространства знакомство с юрием белишки нам открыла невероятные гастрольные возможности мужчина устраивал для коллектива туры не только по городам и весям ссср но и за границей ребят тепло встречала америка германия франция и так далее 1987 году кино прогремела на весь союз градус популярности увеличила картина асса которую представил зрителям сергей соловьев фильм заканчивался песней перемен после премьеры виктор цой проснулся знаменитым а год спустя вышла артхаусная драма игла солистом в главной роли 1989 году поклонники рока наслаждались композициями из альбома звезда по имени солнце диск примечательны тем что впервые кино записывала треки в условиях профессиональной студии которую любезно предоставил в аренду валерий леонтью вскоре виктор цой с кино попали в управление гениального музыкального директора юрия азин шписа лидер группы не переставал восхищаться деловыми качествами нового продюсера 1990 году юрий организовал для команды грандиозные гастроли россии невозможным графиком два-три мероприятия в день после тура парни собирались работать над новой пластинкой съездить фанатам в японию однако жизнь распорядилась иначе последним концертом кино оказалось выступление прошедшие в олимпийском комплексе лужники конце июня 1990 года выжив силы до капли коллектив устроил отпуск совместе с каспарянам отправились в латвию где начали запись нового диска но кто знал что отпуск обернется такими событиями 15 августа черный день для поклонников русского рока виктор цой погиб в этот день в 1990 году в автомобильной аварии навсегда оставшись 28-летним войдя тем самым в тот самый круг 28 это случилось 12 часов 28 минут на тридцать пятом километре трассы сло катался в латвии по официальной версии виктор цой возвращался с рыбалки уснул за рулем при этом скорость его машины было около 130 километров в час и темно-синий москвич 2141 на полном ходу врезался выехавший за поворота автобусы карус от сильного удара москвич виктора цоя отбросила почти на 20 метров сила его была такова что от легковушки остался только багажник мотор улетел до 50 метров от машины одно из колес так и не смогли найти водитель автобуса практически не пострадал а виктор цой погиб ту же секунду друзья виктора цоя говорили что после череды проведенных концертов и записи альбома который был закончен буквально накануне гибели музыкант был морально и физически истощен отдых в одиночестве на природе возможно и был неплохой идеей но точно не рыбалка на самом рассвете он действительно мог задремать вылетев на обочину он мог проснуться и попытаться изменить курс движения машины но было уже слишком поздно в то утро виктор цой был одет в тренировочный костюм производства can air майку черного цвета спортивную куртку красного цвета черные шерстяные носки и красные резиновые сапоги причиной смерти стала травма несовместимая жизнью лицо виктора цоя особенно с правой стороны на которую пришелся удар было полностью обезображено поэтому его любимые женщины сразу закрыли его лицо темной тканью и приняли решение хоронить виктора в закрытом гробу о смерти виктора цоя была объявлена в программе время новость произвела эффект разорвавшиеся бомбы 16 августа гроб с его телом был доставлен в один из ленинградских моргов на 19 августа 90 года назначили похороны на богословском кладбище ленинграда без гражданской панихиды и траурных речей на погребение присутствовали родители виктора цоя обе любимые женщины музыканта его пятилетний сын александр коллеги константин кинчев и андрей макаревич участники группы кино его друзья и его знакомые полном молчании гроб обитый темно-синий почти черной тканью погрузили в подготовленную могилу и засыпали землей после этого доступ к месту покоения народного кумира открыли всем желающим казалось что проститься с кумиром пришла вся ленинградская молодежь свидетели событий говорят что боль который фанаты прощались любимым певцом и музыкантом буквально ощущалось физически юноши бесконечно курили и пытались скрыть слезы девушки упав на цветы возле свежей могилы плакали на взрыв после похорон молодежь прошла траурным маршем от кладбища до невского проспекта скандируя свой жив эта фраза как вы знаете идет сквозь века и не планирует никуда исчезать после погребения кладбищенская администрация столкнулась с тем что поклонники цоя разбили у его могилы палатки и жили в них отказываясь покидать территорию на счастье одна из девушек была дочерью подполковника кгб поэтому лент совет попросили дать возможность молодым людям выразить скорбь так как они этого хотят таких условиях палаточный лагерь просуществовал более года через год после смерти виктора цоя в присутствии армии поклонников группы кино его могиле был установлен памятник моментально утонувший в цветах несколько суток толпа не прекращала свое движение к памятнику а в темное время суток под песни цоя люди зажигали свечи и по сегодняшний день кстати говоря народная тропа к могиле цоя не зарастает после трагической гибели одного из самых ярких музыкантов страны начали множиться слухи о том что авария была подстроена одни считали что это было убийство вторые что виктор таким образом решил скрыться от суеты смириться со смертью талантливого молодого мужчины возрасте 28 лет было практически невозможно версию о преднамеренном убийстве активно поддерживал продюсер кино юрий белишкин он критиковал поверхностно проведенное следствие результатами которого убитые горем близкие полностью удовлетворились придя в себя марьяна цой пыталась найти ответы на свои вопросы встретиться с водителем того самого сласчастного икаруса ей это так и не удалось до своего последнего вздоха официальная жена виктора цоя не верила что он мог уснуть за рулем с того трагического дня викторе цоя и легендарный кино не перестает говорить 1992 году все кассеты переиздала на сиди компания мороз рекордс вслед за этим супруга певца марьяна цой обнародовала необработанные ранее записи неизвестные песни виктора цоя на пороге нового тысячелетия марьяна вместе с игорем гудковым задумали необычный проект с участием современных рок-групп вышел трибьют альбом кинопробы которым музыканты представили собственное видение творчество виктора цоя каспарян и тихомиров одно время надеялись возродить кино пригласив на роль вокалиста чеченского исполнителя бхана барахоева чей голос напоминал тембр рано ушедшего виктора цоя певца хватило на несколько концертов затем бихан отправился строить сольную карьеру но видимо не совсем удачно в золотом составе кино первый раз после распада собрались 2012 году музыканты записали неизвестную поклонникам композицию лидера коллектива атаман но долго команда не просуществовала 2013 году из-за рака печени скончался георгий гурьянов то же время каспарян представил публике шоу симфоническое кино в рамках которого играл произведение цоя под аккомпанемент оркестра помимо этого в память вокалиста проходило множество концертов на которых современные знаменитости исполняли песни великого рокера одной из удачных интерпретаций признан ремикс полины гагариной на песню кукушка 2018 году на каннском фестивале состоялась презентация фильма лето снятого кириллом серебряникова виктора цоя тогда перевоплотился актер кореец тую биографичная лента рассказывала о становлении кино и необнародованных фактах жизни музыканта 2019 году сын виктора и марьяны александр цой впервые заявил о желании организовать концерты кино о том как осуществить задуманное наследник рассказал год спустя александр придумал вывести на сцену живых участников группы тихомирова титова и каспаряна а голос отца обработать и включать записи на выступлениях в марте 2021 года звезды рока представили концертный альбом кино все в кабеле старожилы жанра придерживались современного образа жизни так как часть средств на запись собрали на кранфандинговой платформе а запись концерта выложили на ютюбе и других площадках долгожданные мероприятия с подлинным голосом виктора цоя стартовали в мае на московской циска арене целью проекта организаторы назвали демонстрацию того каким выступление кино может быть сейчас с хорошим звуком и сценическим продакшеном 2022 году музыканты отмечали две круглые даты это конечно 60-летие виктора цоя и 40-летие со дня рождения самого коллектива кино связи с этим возрожденная группа анонсировала масштабный гастрольный тур концепция праздничных концертов оставалась прежней включая оригинальный вокал легендарного лидера рок-группы а зимой стало известно о выходе студийного альбома 1222 название пластинки говорила само за себя в нее вошли треки записанные за 10 лет в указанный период подробно о выходе сборника рассказывал тогда александр цой 12 февраля 2023 года зрители увидели большой концерт честь 60-летия виктора цоя который прошел по дворце спорта нагорный на сцену вышли соло-гитарист юрий каспарян басиста александр титов и игорь тихомиров вот так на сегодняшний день обстоят дела с группы кино если у вас еще есть интересные факты то обязательно пишите о них я с радостью почитаю о них в комментариях кстати говоря интересный факт песни перемен стала негласным символом событий в беларуси которые происходили не так давно творчество группы живет и будет жить ведь недаром говорят то есть жив а значит и кино живо